С начала Великой Отечественной войны, которую Севастополь встретил в числе первых, прошло уже целых 83 года. 22 июня стало Днём памяти и скорби. В преддверии этой даты с юными севастопольцами, активистами движения первых, пообщался ветеран Михаил Латоха. К молодому поколению он обратился с Советом. Цените те потуги нашего всего советского народа и в Отечественной войне, и в Гражданскую войну, чтобы вы ценили труд, ценили боевые дела наших ветеранов. Не откалывайтесь от просьбы, когда к вам обращается ветеран, что-то помочь, потому что он своей деятельностью, своей борьбой заслужил такого. Михаилу Степановичу было всего 15, когда началась война. В 1943 году он присоединился к партизанскому движению. Население Белоруссии, ну это обыкновенные крестьяне выросеющие, зёрнышки, картошку и так далее, они убивали этих людей, морили. Но партизаны знали их злодеяния и старались сделать так, чтобы народ белорусский помнил вот ту заслугу партизан, которую внесли партизаны Белоруссии и всего Советского Союза в борьбе против немецких фашистских захватчиков. В Севастополе Михаил Латоха переехал сравнительно недавно, в 2014-м. Но за эти 10 лет особенно полюбил встречи с нашими школьниками и студентами. По его словам, это придаёт ему силы и мотивирует всегда радоваться жизни и идти дальше. На встрече присутствовали и поисковики. Ребятам они рассказали, что за несколько лет с полей сражений подняли более тысячи бойцов. Но установить личности удалось всего 23 из них. Хочется донести важность этой масштабной работы по сохранению исторической памяти, о работе людей, которые волонтёры, которые сохраняют память и восстановлением занимаются имён. Это же, представляете, насколько важно семье узнать о том, что нашли какую-то информацию о родственнике, о котором они очень долгое время ничего не знали. В зале присутствовали также ветераны специальной военной операции. По мнению организаторов регионального отделения общества знания, такие памятные встречи необходимо проводить регулярно. Ведь только непосредственные участники событий могут рассказать о том, какой ценой достаётся победа.